И, в принципе, есть и другие варианты перелетов, мы также их предлагаем, но все-таки акцент делаем на блочные места, ну, так как это всегда выгоднее и дешевле. Да, конечно. Ой, ну, что еще? Вот в Греции, я так говорила, Рита, вы покупались в море, такой мастхэп, вы ездили на какую-то экскурсионную программу, это больше была рабочая поездка или все-таки чуть-чуть вот вы отдохнули? Да, совмещаем приятное с полезным. Конечно, это были рабочие поездки, поскольку мы смотрели отельную базу и, ну, экскурсионка, чтобы ее продавать, чтобы донести правильно до агента и уже дальше до туриста, ее нужно посмотреть, чтобы понять. Какая вот экскурсионная программа, возможно, есть какие-то обновления в экскурсионной программе в этом году, вот что вот вы рекомендуете туристам посетить обязательно из экскурсионки? Из экскурсионки, ну, первое, и, наверное, обязательно, потому что, ну, грех побывать в Афинах и не посмотреть Акрополь Афинский, то есть, ну, как бы это первое. А прилет у нас в город Афины. Да, конечно, прилет в Афины. Это Афинская ривьера, очень интересная экскурсия на полуостров Пелопонез, очень насыщенная, городок Навплион, ты там был. Это первая столица Греции, которая не то чтобы поражает, это место, куда хочется возвращаться вот постоянно, это самое красивое, наверное, место. Ну, и, несомненно, это двухдневный тур у нас есть, мы предлагаем дельфы-метеоры, ну, это просто сказка. Вы были, да? Да, я была в метеорах, ну, вообще просто эмоции зашкаливают, невозможно передать словами, монастыри, которые прячутся в горах, виды просто потрясающие. Насколько я знаю, девушкам же туда нельзя заходить, или я ошибаюсь? Это Афон, это на Афон, да, нельзя в Афон заходить, а вот в метеоры, там есть какие-то определенные храмы куда-то. Есть мужские, есть женские монастыри, ну, в принципе, пускают. Вот на видео сейчас нам запустили метеоры, ну, вид просто загляденье. Ну, а прилетаем мы в город Афин, и потом, так понимаю, мы разряжаемся на курорты. Какие курорты есть, вот, предоставленные в отельной базе, террористического оператора Альф, какие будут флагманскими? Регионы, которые мы предлагаем с прилетом в Афины, ну, понятно, сам город Афины, городские отели, предлагаем мы Афинскую ривьеру, то есть это побережье, начиная там от Афин, первые там идут городки, и до мыса Сунион. Также мы предлагаем курортный городок Лутраки, это где-то 70 километров от Афин, и остров Эвия, это немножко дальше от Афина, но есть мост, который соединяет остров с материком, то есть, как бы, с трансфером проблем нету. Ну, и новинка этого сезона мы предлагаем юго-запад Пелопонеса, это комплекс отеля Коста Наварина, то есть, длительный трансфер, но, поверьте, оно того стоит. Длительный на сколько? Примерно 4 часа. Ну, как лететь, даже чуть-чуть больше. Да, больше. Но там виды безумные, то есть, пока ты едешь, ты даже не думаешь о этом времени. Ну, дополнительная экскурсия по Греции, если вы отправляетесь в этот регион. У нас будет отдельный эфир по отелю Коста Наварина, давайте, раз мы уже им сказали, что это за отель, почему 4-часовый трансфер стоит того, чтобы туда добраться. Отель рассчитан на VIP-сегмент, это для таких требовательных, взыскательных туристов. Это в комплексе 2 отеля, отель Коста Наварина Вестин Резорт и The Romanos Luxury Collection, тоже Коста Наварина. Шикарный отель с шикарным номерным фондом, с очень хорошо развитой инфраструктурой именно в середине комплекса. Это два огромных гольф-поля на 18 лунок, это различные мероприятия, конгрессы, это и семейный отдых, и романтический отдых, очень хорошо развитая инфраструктура для отдыха с детьми, ну и, конечно, шикарные пляжи. Красота, я вот зашла уже на сайт этого отеля, действительно вид там роскошный. Так, про экскурсионку проговорили, куда нужно обязательно съездить. Возможно, есть какие-то еще другие отели, вот я так понимаю, вы не только экскурсионку смотрели, но заезжали вы, возможно, какие-то отели, отельные базы. Насколько готова Греция принимать туристов в этом году? Греция уже активно принимает туристов. Все началось с праздника Пасхи, потому что сами греки уже начинают ездить по курортам, отдыхать. То есть, ну, как бы, уже готовы. Не могу сказать, что там на 100% пляжные отели, поскольку еще, как бы, купательный сезон еще не начался, потому что море еще достаточно холодное. Но купаться можно, как бы. Это вот живое доказательство. Жива-здоровая, не перемерзла. Никаких проблем. По поводу отельной базы. В этом сезоне у нас есть гарантированные номера в отелях. Мы предлагаем, вот начиная там от трех звезд отелей в Лутраках, это отель Бакос, такой бюджетный вариант для семейного отдыха. Отлично, цена-качество подойдет. Также предлагаем в Лутраках отель 4 звезды, это Ахелион Лутраки, тоже он у нас на гарантии в поиске тура с зеленым фоном. А что значит на гарантии засветиться зеленым фоном? Потому что туристические агенты нас понимают, а туристы как-то на гарантии. Это стопроцентное мгновенное подтверждение. Этот номер закреплен за нами, мы гарантируем, что туристам точно подтвердится данный номер, то есть не нужно будет думать, что вдруг надо искать альтернативу или еще что-то. Это стопроцентно наша гарантия, эти номера закреплены за нами, как за туроператором. Также в Лутраке мы предлагаем отель 5 звезд, это клаб-казино Лутраки, очень известное казино, одно из самых больших в мире. И на Афинской ривьере, ближе к Афинам, мы предлагаем отель Александр Бич. В принципе, достаточно широкий выбор. Да, выбрать есть из чего. Скажите, возможно ли еще акции раннего бронирования? Что-то еще есть или уже все, или уже все сроки прошли? Нет, еще есть, еще до 30 апреля некоторые отели предлагают акцию раннего бронирования, конечно. Ой, ну это хорошо, друзья, бронируйте, пока еще акция раннего бронирования. И безвизовый режим в прошлом году у нас вступил в действие. Насколько вы думаете, это увеличит спрос и поток туристов в Грецию в этом году? Безусловно, увеличивает, поскольку не нужно думать, что нужно собрать документы, назначить собеседование, подачу в визовом центре. То есть гораздо ускоряет вот этот весь процесс то, что собрали документы, я имею в виду там ваучер, страховку, билеты, взяли паспорт и полетели. И плюс это очень классная возможность словить горящий тур, поскольку если раньше Грецию как... Ну, в Греции практически не бывало горящих туров, но это редкое сочетание, что от Греции и по горящей путевке выживаете. Да, но вот когда вот мы знаем, что у нас там на рейсе осталось два последних места, почему бы не сделать приятное, какую-то скидку предложить туристам, ну или там какое-то спецпредложение, я имею в виду. И сегодня забронировал, завтра улетел и не думаешь о Изе, это очень удобно. Ох, наши туристы, будет специальное предложение, возможно, от туристического оператора Альф. Мы всегда будем об этом говорить в наших эфирах, ну и самые актуальные цены тоже. 27-го, первый чартер, уже не чартер, а первый самолет, можно так сказать, с туристами туристического оператора Альф, он будет какой-то особенный. Потому что я знаю, что вы можете отправлять так ярко. Да, мы всегда стараемся отправить ярко, и чтобы это было туристам незабываемо, поэтому мы работаем над этим. Ну, расскажите еще про ваши личные впечатления от Греции, что вы привезли домой, что привезли на подарок коллегам, и что лично впечатлило вас? Ну, я привезла очень много оливок, килограмм оливок, причем по удивительной цене, которые вот так просто в магазине, 6 евро килограмм. И оливки нереально вкусные, и их можно покупать в определенном месте, недалеко от Лутрак, да, чтобы туристы понимали, что не нужно сразу в магазин идти и там брать. Нужно вот ехать в специализированные места, вот, ну, оливковое масло, само собой, мыло оливковое, само собой, вот, Митакса, никто ее не отменял. Да, это тоже святое. Ну, и очень много, наверное, эмоций привезли, потому что бывали в многих странах, и лучше места пока что я не видела, потому что люди настолько добрые, настолько все пытаются тебя угостить, тебя подбодрить, позвать к себе обратно. Ну, удивительная страна, сюда стоит ездить, причем не хватит ни недели, ни двух, чтобы посетить хотя бы Афин и вот все места, потому что очень много микрорайонов, которые отличаются кардинально друг от друга, и вот это, наверное, та страна, которая вот нужна стабильно хотя бы два раза в год туда ездить. Стабильно два раза в год туда ездить. Я так понимаю, что летом и осень, и бархатный сезон там тоже в Бице потрясающий. А вам, вы что привезли? Ну, эмоции, я тут согласна на 100%. Вот, так как у нас были рабочие поездки, то, конечно, и знания много посмотрели, и, ну, не знаю, воспоминания, наверное, потому что вот у Риты была такая вот максимально рабочая поездка, потому что она ездила в составе рекламной группы. Вот, я ездила на инспекцию, и такая инспекция-отдых в Костановарина, да, поэтому, конечно, незабываемые эмоции. Ну, и сувенирную продукцию никто не отменял, это само собой. По поводу, вот еще, мы все знаем, что Греция, есть отели, в которых есть система питания, все включено, но, так как правило, отели высокого уровня, но в основном это завтрак, завтрак-ужин или завтрак-обед-ужин. Расскажите немножко о греческой кухне, что, возможно, в этой поездке попробовали впервые? Ну, обязательно, мне кажется, стоит попробовать питу, это такое греческое шаурма, назовем ее так, это тот продукт, который можно за 2,5 евро наесться на целый день. Вот, ну, обязательно стоит баранину там кушать, потому что ее готовят чудным образом на вертеле, особенно на Пасху, она везде. Да, Рита попала там на постальный обед, поэтому можно верить. Ну, а вообще, не знаю, наверное, нет такого, чтобы вот в греческой кухне что-то не понравилось. Она, ну, настолько разнообразная, вот, в подтверждение греческого салата. Ну, видим, видим, видим. Настолько вкусная, настолько легкая, вот, порции у них достаточно большие, и вот, когда вот приносят, на первый взгляд думаешь, о, боже, я это не осилю. А силы, а силы, да, да, да. Откуда развернутся силы, да, и думаешь, о, а может быть, еще и десерт? Еще и свинцо? Да. Ну, а вино – это отдельная тема. Ох, сколько у нас отдельных тем, 12.46 уже на наших студийных часах. Буквально через несколько минут в нашей социальной сети Facebook на страничке Бомбарбетовая появится мегапост о том, какой суперприз ждет победителя. Все условия принятия участия в конкурсе, поспоряются, мы обязательно вам расскажем, потому что туристические операции Альф приехали к нам с подарком, и вы можете его выиграть. Да? Конечно. Так что медитируем на Грецию. Кстати, розыгрыш, розыгрыш, откроем секрет, будет в понедельник. Вот, время еще точное, мы вам скажем обязательно. Греция, Греция, Греция. Да, вот сколько было экспертов бесед по Греции, сколько туристов, сколько отзывов – это та страна, почему-то, в которую возвращаются, 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 возвращаются. Почему так? Вот это какая, вы думаете, основная причина? Людям, наверное, возвращаются. Это в первую очередь. Очень гостеприимные греки. Вот прям, прям очередь. К природе, она другая, и даже не то, чтобы природа, а эти достопримечательности, которые в голове не укладываются, как это вообще возможно, и люди, да, это, наверное, самый лучший пик. Открываться постоянно что-то новое. Вот в салониках копали туннель для метро, нашли раскопки. Ну, как? Ого, копали туннель. Да, то есть постоянно, ну, это история, это мифы, ну, как-то, ее можно изучать, изучать, мне кажется, до бесконечности, и все равно, кажется, с каждой поездкой открываешь для себя что-то новое. Ой, ну, я думаю, что вот Греция как и романтический отдых, как и семейный отдых, так и отдых с деткой, потому что показать всю эту историю, это очень-очень классно, очень-очень круто. Планируете ли вы еще в этом году в Грецию полететь? Если повезет. Да, планируем, поскольку мы сейчас, у нас идет набор участников группы рекламного тура, еще одну, то есть, ну, как бы, агентов много, и всем хочется показать и донести, поэтому, да, конечно. Вот 27-го, также планируем, 27-го апреля с первым рейсом, еще одну группу рекламного тура организовать. Реклама, это для большей информации для туристических агентов, рекламный тур, туристический оператор Альф, я думаю, девочки вам расскажут все детали лично, в социальных сетях, обращайтесь. Ну, вот Греция, акция ранее бронирования заканчивается 30-го числа на некоторые отели, ну, я слышала, что в СИЗО запронировать Грецию, ух, как сложно, что вот как-то вот, даже, тяжело выбрать то, что вот нужно. Как заранее вы рекомендуете вот именно туристам бронировать тура в Грецию? Мы начали принимать заявки еще зимой на летний сезон, на самом деле, да, очень большой спрос по данным направлениям, и действительно забронировать отели тот, который хочется, вот так вот, сегодня я бронирую, чтобы через неделю улететь, на самом деле, очень сложно, да. Вот, поэтому мы предлагаем это делать заранее, поэтому мы заранее всегда запускаем акцию раннего бронирования, то есть даже если какой-то из отелей делает небольшую скидку по раннему бронированию, то это хотя бы гарантия того, что вот вы забронируете на тот период, на который вы хотите, потому что потом, если будете бронироваться в уже разгар сезона, то, ну, вот, к сожалению, бывает такое, что приходится выбирать из того, что осталось, скажем так. Ну, туристы, у вас есть еще время сегодня еще принять участие в акции раннего бронирования, на некоторые отели она еще действительно, ну, и забронировать свой отдых на лето, я так понимаю, и на бархатный сезон, бронировки абсолютно не спадают, статистика такая, что бархатный сезон бронируется так же активно, даже как летний. Да, за лето море настолько прогревается, что вот еще к середине октября оно еще теплое, да. Ну, ничего, сейчас тоже уже можно купаться, так что, если вы летите в мае, я думаю, в мае вообще уже будет намного теплее. Ну, да, и погода будет теплее, и вода немножко прогреется, да. А в утраках просто есть еще одна фишка, там же минеральные воды везде, есть один, где находится комплекс, СПА-комплекс с минеральными источниками, есть такой небольшой туннель, который в море, в открытое, выводит вот эту вот минеральную горячую воду. Чего, какую водичку! Да, и многие туристы вот ходят на этот небольшой пляжик, откуда выходит горячая вода и купаются там, поэтому можно и сейчас купаться. Уху, и вот я уже обновила, только что, если можно показать мой компьютер, попрошу режиссера вывести его на экран, этот пост, который вот буквально опубликовался только-только-только-только что. Выиграй наш конкурс Бомбарьбея ТВ и туристический оператор Альф, выиграй авиабилет Киев-Афины-Киев на первый регулярный рейс 27.04.04.04.04.05. Для этого нужно, итак, зрители, подписаться на страничку Бомбарьбея ТВ, сделать репост этой записи, поделиться у себя на странице. Написать комментарий к этой записи, с кем и почему вы бы хотели полететь в Грецию, а также отметить этого человека в комментарии. Хочу в Грецию с Ивановым, потому что там тепло и красиво, а мы его куча причин, его можно назвать, почему можно полететь в Грецию, отматывая эти эфир, причины бесконечны. Конкурс заканчивается 23 апреля, в понедельник, ровно в 12.15, и мы определим победителя в прямом эфире. Смотрите нашу трансляцию на сайте hotur.com.e или на странице Бомбарьбея ТВ с 12.00. Билет в Афин и Греция любезно предоставлен нашим партнерам Альф Туристический Оператор. Вот он этот пост, вот так вот он выглядит, минута уже есть, я его сейчас лайкну, жаль, я не могу репостнуть, но вы, наши зрители, можете активно принимать участие в этом конкурсе, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на нашу страничку, и возможно вот у вас 27 числа будет тем счастливым человеком, который полетит в Афин и будет потом рассказывать нам в студии, поговорить по телефону, ой, ты знаете, у моря было холодно, но я все равно очень счастлив. Обратите внимание, это как раз период включать в себя майские праздники, поэтому проблем отпроситься на работе тоже не будет. Я не могу репостнуть, но вы можете, правда, проблем действительно, это очень удобный, классный период, даже я сейчас открою календарь, вот, правда, 27 число, это пятница уже, можно сказать, вылет, вылетаем один денек, и первый у нас выходной, и, получается, отпроситься нужно всего лишь действительно на пару деньков, я думаю, что ваше руководство вас обязательно отпустит, тем более такой замечательный повод. Что еще, я не спросила про Грецию, вот что должны обязательно знать туристы, которые вот еще задумываются о тем, что Греция, Кипр или может куда-нибудь еще? Ой, ну, я не знаю, нельзя выбирать, нельзя выбирать, оно настолько тянет, оно настолько манит, настолько богатая история, настолько разнообразие видов и всего, что, ну, как бы, я не знаю, я бы не выбирала, вот честно. Ой, Олег Захаров прокомментировал фото в Бомбарбея ТВ, у нас уже первые участники. Ой, уже и кай, боже, первые участники уже принимают участие в нашем конкурсе. И напоминаем, что нужно подписаться на страничку Бомбарбетовой, лайкнуть, репостнуть и написать комментарий, хочу поехать. Можете меня указать с Жанной Тейлором в Грецию и выиграть билет, и мы выберем победителя в прямом эфире в понедельник. Ну, еще вот очень много красивых фотографий, конечно же, если мы выйдем в интернете, в фейсбуке, это со свадебных церемоний в Греции. Да, конечно, свадебные церемонии неотъемлемая часть, наверное, вот, обращаются, очень часто обращаются, и всегда, это всегда очень красиво. Жених с невестой на фоне заката, где-то на возвышенности или в каком-то амфитеатре, ну, это память на всю жизнь. То есть, в принципе, обратившись к вам, мы можем также свадебные церемонии, семейный отдых, отдых с детками, романтический отдых и бюджетный отдых в Греции также доступен в апартаментах, я так понимаю, в трехзвездочных отелях. Вот мы поговорили о очень классном отеле, лакшери, холиде, и сейчас я открываю еще раз их сайт, Коста Наварина. Коста Наварина, да. Коста Наварина, отель, который, я так поняла, ого-го, мы говорили про питание, про экскурсионные программы, по сувенирам, но я забыла спросить у девочки, сейчас скажут, шуба, шуба, что там и почем сейчас по шубам, и как часто вообще туристы привозят их, даже если не планировали покупать. Если в Афинах они пройдутся по улице с магазинами, их просто все будут за руки везти в эти шубные магазины, и человек, который даже не хотел, чтобы купить, мне кажется, все равно ее привезет. Да, на самом деле в Афинах, вот на торговых улицах, там буквально хватают за руки, можно так назвать. Не в плохом смысле, по-хорошему. Да, да, нету прям, ну, навязчивости нету, но да, возят на меховые фабрики, но скажу, что не дешевое удовольствие, но оно того стоит, потому что качество... Ой, ну все мы знаем, девочки, про шубы, которые привезены made in Greece, можно так сказать, что они служат годами. Норковая шуба более 10 лет, даже более 15 лет, при правильном уходе служат шиншилла, что, боже, там такие красивые шубы. Но вы можете проверить не только экскурсионную программу, привезти нам оливок, вина, но и вот так же приобрести шубу по более выгодной цене. Я смотрю, у нас уже очень активно на нашей страничке в Фейсбуке начинают появляться первые комментарии, так почему-то я их не вижу, но мне приходят уведомления, что... Я не могу написать комментарии, но ладно. Итак, напоминаю, что выиграваете авиабилет Киев-Афина-Киев, 27-го числа будет ваш вылет. Ну, видите, где приходят уведомления, что комментируют наш пост. 27-го вы вылетите по 4-й, 0-5-й, это билет Киев-Афина-Киев. Вы улетите, прилетите обратно, все в порядке, подписывайтесь на страничку Бомбарбетовы, пишите в комментариях, с кем вы хотите пойти лайкать этот пост. Ну и, конечно, дирепостите его на свою страничку, мы обязательно проверим, выполнили ли все условия, если какое-то условие будет выполнено. Они у нас открыто написаны, пожалуйста, внимательно следите, потому что это очень-очень классный приз. Но победителям уже желаем удачи. Ваши какие-то личные пожелания для туристов, которые будут отправляться в Грецию, что нужно обязательно узнать? Три мастхева, которые вот, если вот их не сделать, то мы в Греции считаете, не были. Зайти в дом к местному жителю, мне кажется, это первый мастхев, который должен быть выполнен, потому что, ну, такой гостеприимности ты нигде больше не встретишь. А вот вы так сказали зайти в дом? Да, они приглашают, причем очень многие меня приглашали, меня вообще за один день умудрились накормить разные люди, поэтому, да, это то место, которое стоит посетить, чтобы увидеть греческий колорит. Ну, мы не имеем в виду в Афинах, в Армадке кому-то квартиру, нет, это ни в коем случае. Как правило, вот в маленьких городках, в поселках, да, таверны, при таверне, дом, при доме таверна, и то есть, ну, это всегда как-то настолько домашняя атмосфера, что оно вот получается, что ты к человеку заходишь в дом, да. Ну, конечно же, это привезти сувениры, это оливки, оливковое масло, у нас на рейсах провоз багажа 25 килограмм. 25, ну, даже 25 килограмм, да. Ну, это там килограммчик отриолевок, пар бутылочек масла, оливковое мыло, шутка, вино, все. Поэтому берите с собой только купальник и деньги. И деньги, что самое важное, деньги, деньги, деньги. Ну, я думаю, что всегда делается скидка и покупателям, даже, да, там можно договориться. Наши представители на курортах всегда расскажут, где выгоднее, где вкуснее, куда лучше зайти. Надо прислушиваться к мнению местных. Ой, ну, еще раз говорю нашим зрителям, что принимаете участие в нашем конкурсе Бомбарбея ТВ. Я уже вижу, что 11, уже больше, чем почти 20 комментариев на нашей страничке, почти 20 лайков, делаете репосты. И мы верим, что именно вы выиграете, вам улыбнется удача, вы отправитесь 27 числа в Афины. Спасибо вам большое, Яна Лидия, что были сегодня у нас в эфире, что подалились вашими впечатлениями. Ой, ну, я думаю, что мы увидимся еще в понедельник. Да, обязательно, и вам спасибо, у вас тоже гостеприимство на высоком уровне. Ну, мы же прогресс, уговорим. Ну, да, мы прогрессим, невозможно. Итак, друзья, принимайте участие в конкурсе, выполняйте все условия, и мы желаем вам огромной удачи. Субтитры сделал DimaTorzok